Исторические события в российском государстве периода смутного времени представляют для историков чрезвычайную важность. Андрей Кабанов, первый заместитель председателя правительства области, кандидат исторических наук, презентовал свою книгу, посвященную именно этому сложному периоду в российской истории. Книга посвящена участникам событий смутного времени начала 17 века. Это одна из самых переломных страниц истории нашей страны. И когда сейчас, иногда наши блогеры говорят, что у нас сейчас смута, что мы очень плохо живем, им бы неплохо изучить исторический опыт тех событий, когда чуть-чуть не погибло государство, когда население страны сократилось в несколько раз, когда полностью было разрушено все хозяйство. Работая в соавторстве с Яковом Рабиновичем, он рассмотрел исторический процесс с совершенно особенной точки зрения. Для создания книги было изучено множество документов, в том числе из архивов Швеции, а также дневник польского гетмана Яна Сапеги. Само издание повествует о жизни 11 участников событий того времени в формате биографических очерков. Люди второго, даже третьего ряда, которые забыли, но которые, тем не менее, они во многом управляли как бы тех событий, которые происходили в начале того столетия. По мнению историков, эта книга является образцом объективности и того, как нужно оформлять историческое знание. Изучение смутного времени интересно и с краеведческой точки зрения. Это ключ к пониманию многих проблем в истории нашего края. Фигура Федора Брещева, которая идет первой в этой книге, она неоднозначна. Вы знаете, что именно этот человек написал то письмо в феврале 1609 года, с которого мы ведем письменную историю нашего сейчас уже города Иваново. Но как показывает анализ документов, что есть и более ранний комплекс источников, который позволяет удлинить историю нашего города, нашего села. И такой документ Андреевича попался, и он его опубликовал. Почитать книгу можно будет в любой ведущей библиотеке нашей области, куда будут отправлены части экземпляров. Также книга пополнит архивузов и музейных собраний. Оставшаяся часть поступит в свободную продажу. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.